Особое мнение на 101FM Но я думаю, что это тот случай, когда оценок много не бывает Я коротко напомню о том, что же произошло в поселке Демьянова Несмотря на то, что об этом очень много писали в последнее время в СМИ Сейчас я процитирую информацию ОМВД по Кировской области Итак, цитата Конфликт возник на бытовой почве 20 июня, когда произошла драка между хозяином Пилорамы и двумя другими жителями поселка Демьянова 22 июня из других населенных пунктов Подосиновского района и республики Коми приехали 24 земляка-предпринимателя И отношения они уже дальше выясняли на местной Пилораме На этом цитата ОМВД заканчивается и дальше уже начинаются мнения очевидцев Отношения выясняли они с применением оружия Полиция признала впоследствии 17 выстрелов И что при этом стреляли два полицейских То, что применяли оружие жители Дагестана, сами не скрывают Да, выходцы из Дагестана Но у ОМВД по Кировской области вот как-то непонятная сейчас позиция В отношении применения оружия именно выходцами из Дагестана Потому что об этом ничего не сообщается вроде как А ОМВД утверждает, что стреляли полицейские, стреляли в воздух Ну, в общем, пока еще вот с этой стороны, конечно, есть неясности Но вот я, знаете, что хотела Тахир Олеевич у вас спросить вначале Очень много обсуждают, что это было Конфликт на бытовой почве или конфликт на почве межнациональной Все официальные лица придерживаются первой версии, что это просто бытовая ссора И не надо сгущать краски Вот вы как думаете, что это было? Прежде чем сказать, что было за явление, что это произошло там Я вот внимательно прослушал вашу преамбулу Вот даже я понимаю, что вы это взяли из официальных источников с сайта ОВД Вот там уже содержится полная неразбериха Во-первых, первоначально драка была не хозяина Пеларамы Он в этот день вообще там не находился Он там не живет уже Он живет в Сыктывкаре И в этот день вообще он был в Кирове Соответственно, он не дрался Дрался его племянник То есть и так далее Вот по каждому пункту, по каждой фразе Вот это Вот я с этого хотел бы начать Что вот эти события Совершенно Обросли небылицами Различными Несуразицей различной Но я думаю, что мы к этому вопросу Все-таки, наверное, будем возвращаться Поэтому я все-таки отвечу прямо на ваш вопрос На мой взгляд, этот конфликт, безусловно, был изначально никакой не национальный Это просто обычная драка Бытовая драка Двое молодых людей О чем-то не договорились Кому-то что-то не понравилось Один другому дал по физиономии Другой ответил Ну и так далее И даже вот тот дагестанец, которого избили Первый день Двадцатого числа Он обратился, значит, в медпункт Видимо, ему досталось достаточно серьезно По, значит, что там Кость была повреждена на лице Или что-то такое В общем, надо посмотреть конкретно, какое у него повреждение И он сказал, что это производственная травма Он не сказал, что он подрался То есть, вы знаете, там в медицинской книжке Врачи пишут именно то Со слов, значит, пациента Вот с его словом было написано Что это была производственная травма То есть, даже этот факт Ничего такого подобного Что может быть там На национальной почве Ну, в общем, этого не было изначально Как она переросла Вот, но Вы понимаете Есть определенная национальная специфика Ребята с Кавказа, как правило Друг за друга стоят При любых обстоятельствах Кто служил в армии, тот знает Да и на бытовой основе тоже это можно сказать Ну, вот обидели одного Его, там, не знаю, родственник Решил за него постоять И потом получилась так Драка достаточно серьезная Несколько Чуть это Они как сами говорят И местные ребята говорят Около 20 местных ребят Ну, русских ребят Значит, в драке Напали вот на этих, на двоих Потом еще Кто пришел за ним на следующий день Да, кто пришел за ним Как говорится Как бы постоять, что ли Да Вот И они позвонили своему родственнику В Киров Вот этому Хозяину пилорамы Тот обратился в милицию Что там происходит ненормальное Вот, кстати, по поводу обращений в милицию На самом деле в милицию Обращались обе стороны И та, и другая сторона То есть я вот вчера вечером По телефону как раз разговаривала С одним из жителей Подосиновца, который все эти дни был там И непосредственно видел, что произошло Он мне говорит, что Объяснил, что Было очень много слухов То есть среди русских Был слух, что Едут из Коми Выходцы из Дагестана На 20 В количестве 24 человека На 8 машинах Среди жителей Дагестана Прошел слух, что Русские там собираются все вместе Идти условно их бить То есть и вот значит Один слух, второй слух И сработала такая штука Ах, раз вот вы нас собираетесь То мы сейчас тоже соберемся Вот так оно и произошло на самом деле Что действительно Ребят, когда, скажем так Обидели, побили Они сказали, что вот Мы вас там типа Подождите Мы вас там накажем Там приедет у меня тот Приедет этот Мы вас там Ну по некоторым данным Говорят, что Якобы они говорят Вот мы вас сожжем Ну знаете, мало ли что В злости Там бредишь То есть это все И вот я еще раз подчеркиваю Было определенное Такое, знаете Такое восприятие Как национальные специфики Ах, раз так Действительно Ребята собрались И решили Вот Каким-то образом Предотвратить Потенциальное нападение На себя А как вы считаете Что если бы Подрались двое русских Да, вот Та ситуация Которая предшествовала конфликту Подрались двое русских Побили друг друга Эта ситуация Переросла бы В такой массовый конфликт Или они бы подрались И разошлись Скорее всего нет Ну Вы знаете Ну что сейчас Вот предполагать Да Ну Я хочу сказать Что Вот я уже сказал Национальная специфика играет Ну если бы Все-таки она есть Ну если бы Вася с Петей подрался Ну мало ли там Они выпили и подрались Ну что бывает Каждый день такое Кстати такое бывало там И каждый день И не только в Ассирске Можно подумать Что да Кроме 20 июня Жители поселка Демьяново И любого другого поселка В Кировской области Как-то не дерутся Не выясняют отношения кулаками Я вам скажу больше Ситуация была гораздо более Серьезная Были Вот когда мы с молодежью Собирались В клубе Один вышел Сказал Что ваш земляк Ну правда Не дагестанец А ингуш Нескольких людей Там Ножами Зарезал Допустим Да Этому парню Который там выступал Он ему Наносил Ножевые ранения Значит И так далее То есть были Даже такие В течение Вот последних Пяти, семей Десяти лет Мало ли Таких драк Было немало Понимаете Здесь Ребята Ну как бы Взбунтовались И им не понравилось Действительно То что Была потенциальная Угроза То что Приедут С других Регионов И Местных Молодых Ребят Которые там Ну зарывались Там и так далее Будут бить Там не знаю Обижать Наказывать Так все таки не просто Бытовой конфликт Бытовой конфликт Перерос В ненависть К неместным Ребятам В межнациональные Межнациональные А вот Скажите пожалуйста Меня Например Очень Так скажем Оставила в недоумении Реакция полиции Вот мы начали Как раз с вами Обсуждать Когда в полицию Позвонила Предварительно И та и другая сторона И сказали Что Намечается Массовая Драка Вот При этом Я знаю Что Действия полиции Были Ну так скажем Не совсем адекватны Да Ситуации Что возможно Вот этим звонившим Не поверили Вот оцените пожалуйста Как себя полиция вела В этой ситуации И почему она не сработала На упреждение Первый день Когда мы приехали На место Это было в субботу Поздно вечером Значит Алексей Александрович Галецкий Возглавлял Нашу группу Комиссию Значит Вышел к людям Это было уже Одиннадцатый час Ну ночь Вечера Что раз люди Собрались Что-то сказать Но разговор не получился Потому что Люди были очень такие Очень агрессивно Агрессивно Очень много пьяных было Да Реально пьяных Просто некоторые Вообще на ногах Не могли стоять Видимо Закачались достаточно Дожидаясь Значит И так далее Но тогда Сказал Сказали мы Что давайте Сделаем так Перейдем В администрацию Представители Из местного населения Кому они доверяют Предприниматели Еще кто-то И вот представители Из дагестанской стороны Так и сделали Алексей Александрович Пригласил В администрацию Мы все собирались Обсуждали Значит Тогда что произошло Встал этот Вот хозяин пилорамы И сказал Ну Рассказал всю эту ситуацию И в том числе По полиции Он сказал Что я Неоднократно Он сказал Рад 50 Звонил Начальнику Исполняющим Обязанности Он сейчас Полиции Предупреждал Просил И так далее И так далее Что может быть Недоброе Еще пока Этого не было Никто на пилорамы Не ходил Там прутьями Там палками И так далее Он ему ответил Ну Ты знаешь Мне там осталось Два дня До пенсии Разберитесь Ребята сами Значит Ну Вот так вот И он То же самое Пытался Через помощника Прокурора Там Петухов Есть такой Тоже Каким-то образом Повлиять на ситуацию Тоже он Не нашел Должной поддержки Вот И все И русские ребята Которые там были И предприниматели И вот Он естественно Все кивает голову Что да Так оно и было То есть Никто не отрицает Тот факт Что обращение было Обращение именно С потенциальной угрозой Вот такой Достаточно массовой драки И реакция была Вот неадекватная Почему же Себя так повела полиция Вы с ними не разговаривали? Нет Мы с ними не общались Сейчас С этим вопросом Разбираются Я думаю Что служебное расследование Будет И соответственно Мы об этом узнаем Уже из официальных источников А вот Знаете После пресловутой Реформы УВД Которая у нас Произошла Когда было сокращение Численности сотрудников Насколько я знаю В поселке Демьянова Вот Чтобы не соврать У меня сейчас есть Эта информация Так В поселке Демьянова Насколько я понимаю Осталось Два участковых Два участковых Так и есть Эта информация Насколько Нам тоже сказали Представители власти Два участковых На более чем пять На около пяти тысяч Там населения Особенно В таком краю В лесу А почему Просто я не понимаю Почему нельзя было Допустим Попросить приехать Сотрудников полиции Из соседних районов То есть Почему Так оно и было Когда Но когда уже пошли Огромной толпой народа На пилораму Вот Ну вот Относительно Действий полиции Я считаю Что их Эти действия Надо делить На две конкретные части Первая часть Это когда Была Угроза Как бы Да Этого конфликта Когда была угроза В принципе Никто на упреждение Не сработал Да В данном случае Была Плохая работа Скажем так Местного УВД А вот Что касается Вот уже Непосредственно Конфликта И Правоохранительные органы Говорят И местные ребята Тоже говорят Что Если бы не полиция Они сработали Очень Ну Профессионально Сработали Достаточно Оперативно И они встали Между Противорожнейшими Сторонами И В том числе С применением оружия Стреляли они В воздух Чтобы остановить Разревенных Ребят И многие из них Были Под алкогольным Опьянением На самом деле И предприниматель Который там Находился На одном из совещаний Встал И признался Что Он спаивал Ребят Бесплатно Давал алкоголь Водку Наливал им Когда Когда Мне спрашивали Что Что Делали Зачем Он Сказал Ну Я Таким образом Хотел Их Успокоить И Сдерживать Каким-то образом Налив им водки Налив им водки Прекрасно Да Вот Смотрите В тот день Когда туда Ездила Ваша комиссия Как раз Во главе С Александром Галицким Я видела Запись Видеозапись Этой беседы Там была Действительно Разъяренная Толпа Очень Ожесточенная Раздавались Выкрики Из толпы Да пора Их отсюда Выселить Это русские Кричали Про дагестанцев Женщина Даже была Которая Сказала Дайте нам Оружие То есть Достаточно Враждебное Настроение Действительно Налицо Понятно Что это В одночасье На нет Не сойдет Это будут Еще долго Обсуждать Эту ситуацию Будут еще Долго Вспоминать И среди Самих Жителей Демьянова Вот этот Конфликт Он вот так Просто За минуту Не закончится Делать власть И что сейчас Должны сделать Сами местные Жители Демьянова Вот в этой Ситуации Ну эти Выкрики Которые Вы говорите Что усилить Их отсюда Они продолжались До последнего дня Когда мы там Находились Я вам сказал Что мы собирали В клубе Молодежь И Одна из Активисток Оксана Ее зовут Настя В общем Настя По-моему Настя Да девушка Такая Вот очень активная Такая Девочка Там Двадцать лет И сколько Так видно К ней прислушивается Что такое Вот молодежь Она стала Спросила Кто хочет Мирным способом Завершить Вот этот скандал Все в один голос Подняли руки Я там Мы в общем Все за мирный исход Вот И дальше Она спрашивает Кто за то Чтобы Значит Остались они Или кто за то Чтобы их выселить Все в один голос Сказали Что их надо выселять Дагестанцев Понимаете Это настроение Осталось И Вот на тот момент Оставался Что произошло Потом Потом Мы Планировали И мы это И сделали Пригласили Вот Дагестанских Ребят Чтобы они С молодежью Пообщались Они поговорили Сказали Что они там Собираются делать Предварительно Мы с дагестанцами Встречались Говорили им Три вещи Что Во-первых Они должны Значит Все Что они совершают Все что они делают Здесь находясь Должны в рамках закона Жить И трудиться Второе Они должны действительно Работать Потому что Так то на самом деле Они и работают Приезжают Лодыри никто не любит Вот это Александр Александрович Тоже Это им говорил Публично И на этих совещаниях На собраниях Митингах Он это все повторял И наконец Очень важный момент Находясь На территории Значит В данном случае Демянова Эти ребята Находятся Дагестанцы Находятся В другой Культурной среде В другой С другими традициями И они должны Это понимать И соблюдать Традиции Местонахождения Своего И любой Может быть Для них Безобидный шаг Для жителей Местных жителей Кажется Неким вызовом Вот Они должны Это понимать И в общем-то На мой взгляд Вот они это понимают Разговаривая С ним Они соглашаются Да Действительно Значит Я вам скажу Даже один случай Что Ну как момент Что Когда Мы находились На месте И Мне позвонил Министр По национальным вопросам И потом Сан Сан Санч Санч Тут же разговаривал И потом Так получилось Что в этот момент Приехали Навстречу Дагестанцы Я передал трубку Они поговорили Он сказал Нельзя Плевать в колодец Из которого пьешь То есть это были слова Министра То есть он Достаточно На такой форме Обратился Обратился К своим землякам Что ребята Вы имеете ввиду Вы находитесь На чужой земле Ну не на чужей Это неправильно Ну да В другой культурной среде Да В другой культурной среде Это будет совершенно Правильная формулировка То есть именно Вот надо Соблюсти Она говорит Нет мы соблюдаем Так вот они Потом зашли В этот зал И Достаточно Эмоциональной форме Все друг другу Сказали Обиды там Свои там Кто чем недоволен И в течение Вот этих полутора Двух часов разговора Понимаете Даже видно было Как этот градус Напряжения Спадывало Да И Он обращался К каждому Вот который там Выступал Высказывал Вот я тебе Что-нибудь плохого делал Вот ты мой сосед Мы по утрам Здороваемся с тобой Моя супруга Вот из Демянова Ребенок растет Вот тоже родился Здесь на этой земле Вот что-то плохого Ты от меня видел Вот Вот такие Простые Вопросы Которые Вот Которые он задавал И на самом деле Они действительно Люди говорят Ну нет Он ничего плохого Не делал Он помогает Там Детскую площадку Несколько там Строил Кому-то помогает Лично Дает деньги Если кому-то Что-то необходимо То есть вот Такими Элементарными Бытовыми Вопросами И это слово Как бы Люди понимают Что если Касказский мужчина Дает слово Он должен выполнить И так далее В принципе Взяли его на веру Их слова То есть это не было Доверия Недоверия не было Что мы гарантируем Вашу безопасность С нашей стороны Никаких эксцессов Не будет Но он задал Встречный вопрос Может ли кто-нибудь От вас Кто будет от вас Гарантировать Нашу безопасность Вот ведь Они конечно Замешались И так Замешательстве Ответили Что власть Власть Должна гарантировать И в том числе Местная власть Вот Она там Кстати говоря В самом начале Не очень-то сработала Так что вот Ну вот Смотрите Тахир Алиевич Про местных жителей Я поняла Вашу позицию А По поводу того Что сейчас Власть должна сделать Вот В этой ситуации Не знаю Добавить участковых Количество участковых В Демьянова Работать с национальными Диаспорами Что власть должна сделать Ну вот Конкретно для Демьянова Я Возможно Кто-то скажет Что я там Слишком вперед забегаю Но тем не менее Я считаю Что вот тот конфликт Который Вот Вылился Вот в это Скажем Столкновение В том числе С применением оружия Он исчерпан Конкретный Конкретный конфликт Исчерпан В этом я уверен Сейчас Чтобы не допустить Каких-либо Других там Нюансов Поползновений И так далее И так далее Безусловно Там нужно Некоторое время Нахождение полиции Безусловно Потому что Остается Момент Что есть провокаторы Однозначно Есть Или из местных Населений Кто-то там Распространяет Несуразные Там Значит Записки Якобы существует Там боевая гвардия Межрегиональная Которая там Финансируется Вот буквально Так написано Что вот Бьют русских Там И так далее И так далее Это Это страшная вещь Человек Который недалекий Он может верить В такие вещи Это Это существует Чтобы предотвратить Подобные Поползновения Необходимо Пока там Нахождение полиции Дальше Есть там Достаточно Серьезные Социально-коммерческие Вопросы Но так же Как и во всем Во всей стране Значит В том числе И в Демянове Это существует Во всей области Там тоже Это существует Но их Но некоторые Из них Могли бы И не возникать Например Там есть Но такие Элементарные вещи Что очень много Мусора Мусорные баки Вовремя Не вывозятся И мы соответственно Мне кажется Это одна из самых Безобидных проблем Которые есть А вы знаете Вот все начинается С быта этого С мусора Все начинается С нескошенной травы Возле дома С покошенных Там заборов Понимаете И я считаю Что это достаточно Серьезное Предъявление Как серьезные Претензии Кто-нибудь Предъявляет Власти Которые там Не организовывают Работы И наконец Очень интересный момент Мы обнаружили У них не работает Депутатский корпус У них там Десять депутатов На поселении Мы не видели На этих серьезных Митингах Ни одного депутата Более того Нет Один там все же Был Это депутат район Районной думы Я имею ввиду Поселение Поселенческих Депутатов Так вот Районных дум Там было два Двое Артемов Вот Блогер И вот Кочкин Вот Александр Александрович По его инициативе Был собран Депутатский корпус И он у них спрашивает Почему вы не работаете А что должны были Они сделать Что должны были Сделать местные депутаты Ведь у них Каждый из них Как правило Является Ну в некотором роде Своего Лидером мнения То есть они должны были Выступить Третьей стороной Они должны Выступить Элементарно даже Они должны были Ходить по домам Общаться с людьми Встречаться Со своими Там не знаю Которые их выбрали С избирателями Да Должны были работать С ними Безусловно Они должны были Почувствовать Ответственность За возможные За потенциальные Стычки Еще Впредь Ну то есть Это должна была Работа проводиться Они этого не сделали И как бы Такую ответственность Мы не почувствуем Что у них есть Они чувствуют Такую ответственность А будет как-то Наказан депутатский корпус Или нет полномочий Да Конечно Это же депутаты Избранные народом У них есть Вообще Они не являются Сотрудниками Администрации И так далее Они не наняты Люди Они избраны Я это понимаю И наказание Им Наверное Решить мандат Уменьшение здоровья Уменьшение В смысле Им Как сказать Доверие Там И так далее Это будет наказание Скорее всего Моральное Смотрите А моральное Ясно Тахир Олеевич Вот смотрите Там По поводу ситуации Евдемьянова Было возбуждено Три уголовных дела По статье Хулиганство Дальше По статье Умышленное уничтожение Неповреждение имущества И По поводу Применения насилия В отношении Представителя власти И вот По одному Из этих Трех Уголовных дел Были задержаны Двое ребят Были задержаны Двое русских ребят Их задержали На 36 часов Потом отпустили Вот по вашему мнению Насколько Правомерным Было задержание Их задержали На 48 часов И есть Такая возможность Порядки Если не ошибаюсь 91 статьи Значит Знаете Факт Юридический Состоялся И я абсолютно Не сомневаюсь Что Эти задержания Были законные Потому что Значит Полиция Применила Соответствующую Статью Уголовного Процессуального Кодекса И Оно состоялось И в этом У меня нет сомнений Даже Что Задержания Были Правомерные Правомочные Есть другой Другой Момент Насколько Она политически Была верна В той ситуации Когда Есть Абсолютно Ненависть Друг к другу С одной И с другой Стороны И достаточно Серьезная Стычка В том числе С применением Оружия Арестовать Людей С одной Стороны Оставлять На свободе С другой Сторон Даже Если нет Оснований На мой взгляд Этого Не следовало Делать Но Потому что Тем более Что эти ребята Насколько я понимаю Они Про бабушки Говорили У него отец Бывший Полицейский Работал в милиции Все на виду То есть Можно было ему Вручить Я подчеркиваю Еще раз С точки зрения Исключительно Политической С юридической С правовой Точки зрения Я считаю Что никаких Значит Никаких претензий Правоохранительным Быть не может А как вы считаете Должны ли бы Должны ли были Правоохранительные органы Применить Некие санкции В отношении Выходцев Из Дагестана Которые Сами не скрывали И признались Что Они Применили Карабин Сайга Пусть они Стреляли в воздух Но насколько я понимаю Охотничье оружие Можно применять В лесу В охотничий сезон При наличии Охотничьего билета И так далее Но не В населенном Пункте Вот Квалифицировать Это действие Я конечно Юридически не могу Пусть они Следуют Была ли это Необходимая Оборона В целях Там Защиты Собственной жизни Но В разговорах С первого Нашего С первой Нашей встречи С первого разговора Публично Вот этот Хозяин Пилорамы Нух Он сказал Что Я не отрицаю Да я стрелял Но он Тут же Задает Вопрос Кто Из вас Не хочет Хочет Умереть Вот я Не хочу Умереть Когда я Вижу Что на меня Идут 100 человек С Значит С прутями И с палками И меня И мою Семью Могут Там Убить То есть Я как-то Должен Себе Защитить И поэтому Я его Применил Вот это Его версия А версия Мнения Местного Населения О том Что Мы же Приходили Палками Прутями А на нас К нам Значит На нас Было направлено Оружие Значит Пусть Значит Ну Вы считаете Что должно Быть наказание За применение Оружия В любом Случа Если Это Противоречит Нормам Уголовного Кодекса Безусловно Должно Быть наказание Если же Это Будет Квалифицироваться Как Необходимая Оборона В целых Защита Собственной Жизни Жизни Своих Семьи Там Женщины Кстати Тоже Были Значит Соответственно Соответственно Так и будет Квалифицироваться Сейчас Я не могу Потому что Это Это Юридический Аспект Вы Меня Как гражданина Спрашивайте Применил бы я Оружие Если бы я видел Что на меня Идут Тридцать Человек И готовы Меня Разорвать На куски Если бы у меня Было оружие Естественно Я бы применил Безусловно Если вы меня Спрашиваете Вот так Я так понимаю Или я Должен Оценить Действия Этих Тагестанцев Нет Я вас Спросила О том Должны ли Быть Применены Санкции За Использование Оружия Я убежден Что если Это было Незаконно Применено Я не знаю Я не могу Сейчас Квалифицировать Как юрист Я считаю Что будет Квалификация Этого Действия Если Это действие Будет Квалифицировано Как Классифицировано Как На правонарушение Значит Не Ну как Вы там Назвали Что оружие Можно применить Только В таких То таких То случаях Если Он Значит И нарушил Эти нормы Однозначно Что к нему Должны быть Применены В том числе И меры Ответственности Тахир Олеевич Нам надо Сейчас с вами Прерваться на рекламу А после нее Мы вернемся В студию Программы Особое мнение Особое мнение На 101FM На 101FM Программа Особое мнение Меня зовут Юлия Афанасьева И я напомню У меня в гостях Сегодня Секретарь Общественной палаты Кировской области Тахир Мамедов И обсуждаем Мы с Тахиром Олеевичем Сегодня Конфликт В Демьяново Вот Тахир Олеевич Я бы хотела Спросить у вас Знаете О чем Как вы считаете Повлияет ли Эта ситуация В Демьяново На взаимоотношения Так скажем Русских И всех выходцев С Кавказа Которые живут В Кировской области Потому что Область у нас Достаточно Многонациональная Да Ну Да Вы знаете Как в том анекдоте Осадок Остался осадок Ложка нашлась Мне очень хотелось Чтобы этого не было Но для того Чтобы этого не произошло Достаточно Много работы Надо будет проделать У нас В Кировской области Очень много Выходцев Из различных Регионов Они Работают Они ассимилировались Живут здесь Работают здесь И никаких Никаких Вот Эксцессов С ними Не происходило Никогда Это Вот На моей памяти В первый случай За все это время Драки были разные Ну Мало ли дерутся Русские с русским Там Украина Ну там Не знаю Ну скажем так Грузин с русским Или там Армянин Азербайджан с русским Или там Дагестанцы То есть Это нормальные Бытовые Как нормальные Конечно Ненормальные Но я имею в виду Исключительно бытовые Конфликты Они бывают Они будут Это жизнь Их нельзя избегать И чтобы получал Каждый Вот Каждая такая стычка Каждый конфликт Получал Такой Скажем так Национальный окрас Я думаю Что этого не будет Потому что Я вот Когда встречался С людьми И вот С кавказцами Ребятами Из Дагестана Говорил Что на мой взгляд Россия Почему она Велика Что здесь Люди живут Очень Значит С большой души Люди И они с любовью Относятся К любому И как только Они видят Что человек Приносит пользу Той земле На которой живут Они И это С благодарностью Принимается И по Расовому Там Национальному И иному признаку Деления Я лично Никогда в жизни Сколько здесь живу Лично не встречал И считаю Что Этого Не будет Но Означает ли это Что Все нормально Все надо Успокоиться Я считаю Нет Надо достаточно Серьезную Планомерную Работу провести У нас Этот вопрос Национальный вопрос К сожалению Вообще По всей Стране Была Одной Из Табуированных Вопросов Нет У нас Даже Если вы Помните У нас В Советском Союзе Было Министерство По национальным Вопросам Долгие годы Занимались И Когда После Развала Союза Было И при Российске И при РСФСР Тоже было Ничего И Больше Сотни И Надо заниматься Планомерно Нужно Выстраивать Национальную Политику Вы знаете Еще Когда мы Там были И Люди Говорили Что Что это Такое Вот мы Тут В такой Нищете Живем А посмотрите На Чечню Мы им Дань платим Там И так далее И так далее У людей Такие настроения Есть И это Все Достаточно Серьезный Предмет Серьезной Работы Это надо Делать А вот Тахир Олевич Я хочу Сейчас Процитировать Мнение Заместителя Директора Национального Института Развития Современной Идеологии Глеба Кузнецова По поводу Этого Конфликта Мнение Касается Не столько Причин Конфликта Сколько Политических Последствий Конкретно Для губернатора Кировской Области Никиты Белых Вот Сейчас Цитата Глеба Кузнецова Действуя По вполне Понятным Правилам Классической Политтехнологии Никита Юрьевич Выходит на Весьма Опасную Стезю Русских В Кировской Области Пока еще Достаточно Много И в конечном Счете Решать Его Губернаторскую Судьбу Предстоит Именно Им И помощники Эффективных Предпринимателей Из Коми С Сайгами Ну это Сейчас Понятно Он имеет Ввиду Выходцев С Дагестана На перевес Уголовные Дела Против Коренного Населения Избитый Муниципальный Депутат Твиты Про бытовуху В Твиттере Могут весьма Болезни Наукнуться Белых На губернаторских Выборах Вы согласны С этой позицией Вы согласны Что Каким-то образом На выборах Эта история Губернатора Никите Белых Вспомнится И вспомнится В минус Любой Работающий Человек Который На виду В том числе Губернатор Который На виду Всех Конечно Ему Припоминает Все что Происходит В регионе Является Ли это Бедой Или Ошибкой Или Проблемой Конкретной Белых Как губернатора Я считаю Что Вот в этом Смысле Да Но в смысле Принципа В принципиальном Смысле Если даже Здесь был бы Губернатор Не знаю Ну тот же Путин Владимир Владимирович Такую Ситуацию Такая ситуация Она потенциально Возможна Потому что Я сказал Что эта проблема Системная В стране И Во всех регионах Нет На мой взгляд Целенаправленной Политики с Национальностями Вот Такой политики Нет И вот По итогам Нашей поездки Мы некоторые выводы Делали В том числе Одним из выводов Работа С национальными Диаспорами Достаточно Плотная Выявление Лидеров Менений Работа с ними В принципе Эта работа Проводится То есть Как должна Строиться Эта работа Должны встречаться Представители Власти С представителями Национальных Диаспор И Что Разговаривать Разговаривать О том Что вы живете В другой культурной Среде Что делать Ну мне кажется Что обособленная Жизнь Здесь Она должна быть Каким-то образом Ну Разбавлена Да как бы Да Люди должны Больше Заниматься Культурной Жизни Общественной Жизни Региона Где они Живут И Местное Население Соответственно Русские Люди Увидев Что Это Не какой-то Анклав Другого Государства В твоем Государстве Так Они Воспринимают Это А это Наши Граждане Которые Живут Созидает Вместе С ними Тогда И не будет Такого Конфликта Я так считаю А вы Конкретно Вы Общественная Палата У вас Все равно Есть Рычаги А вы Будете Как-то Начинать Выстраивать Работу С диаспорами Эту работу Мы уже Проводим Больше года Назад Мы проводили Конференцию О межнациональных Вопросах Вот такая Целенаправленная Работа Однозначно Будет Проводиться Мы это Планируем Спасибо вам Тахир Олеевич Я думаю Что В ситуации Которая Произошла Все-таки Виноваты Обе стороны И та и другая Сторона И я Надеюсь Что Будут Сделаны Какие-то Выводы В частности Общественная Палата И мы С вами Сможем Каким-то Образом На это Повлиять Спасибо Большое За эфир Я благодарю Вас А у меня В гостях Был секретарь Общественной Палаты Кировской Области Тахир Мамедов Меня зовут Юлия Афанасьева Всего доброго И до свидания До свидания